Москва не сразу строилась. Впрочем, известное выражение касается не только столицы. Вот и в Щелковском районе строителям необходимо время, чтобы завершить проекты и сдать объекты в эксплуатацию. О том, сколько еще бесценного ресурса требуется застройщикам и в чем причина затягивания по срокам, говорили на специальном совещании. Нам бы хотелось, еще раз говорю, вас услышать. Почему многие фирмы начали проваливать сдачу многоквартирных домов, оттягивать строительство социальных объектов, хотя ситуация не хуже, а лучше, чем в 2009 году. На совещании представители компании подробно отчитались по своим проектам. Некоторые готовятся сдать объекты уже в скором времени. Например, по словам строителей, в ближайшие месяцы завершатся работы в доме ПИК, предназначенном для переселения в него жильцов так называемой казармы, дома номер 19 в Первом Советском переулке. Дом находится на финальной стадии, идут отделочные работы, сети практически выполнены. Так что разрешение на ввод планируется получить в конце ноября, заключение в соответствии в середине ноября, то есть в декабре планируем уже передать квартиры в администрацию, они уже дальше будут передавать их жильцам. Однако не везде выполнение социальных обязательств ведется необходимыми темпами. Так тормозится строительство пристройки к 16-й школе. Работу в рамках инвестконтракта должна вести компания ООО «Инвестпроект МСК». Если вы понимаете, что ваша экономика не дает возможности строить соцобъект пристройки к 16-й школе, значит вы должны были предусмотреть и войти в госпрограмму. Это делается легко, если вы работаете с профильными специалистами в нашей администрации. Вы этой работой пока не занимаетесь. Поэтому мы должны развернуться, прийти в администрацию и приступить к работе, чтобы в следующем году мы включили вас в госпрограмму. О ходе работы читался и руководитель ЖК Трубино. Компания возводит там жилье эконом-класса, два дома, а также социальные объекты. О темпах строительства и сдачи объектов рассказали представители других компаний. Кроме того, в рамках встречи обсудили работу в рамках программы «Безопасный регион. Оснащение стройплощадок камерами видеонаблюдения». По словам руководства района, такие совещания со стройщиками будут продолжены. Очевидно, что экономическая ситуация в стране диктует свои условия, в которых строительным компаниям работать сложнее. Тем не менее, в современных реалиях необходимо искать выходы, чтобы жители не становились заложниками ситуации. Такие совещания теперь будут регулярно проводить на территории администрации Челковского муниципального района, для того, чтобы очень четко понимать, насколько те или иные инвесторы реализуют вообще все свои проекты, какие есть булевые точки, на которые нужно обратить внимание. Самое главное, чтобы все наши проекты реализовывались на территории Челковского района без задержек.